здравствуйте многие друзья единомышленники московское время 0 часов 41 минуту 5 февраля уже так сегодня у нас продолжение темы советского технического журнала радио так что тут номер 4 5 6 как я и говорил на данный момент никакой ценности он не имеет так как есть все электронный виде нас больше интересуют не схемы а всякие полезные статьи по лаборатору так значит номер 4 так тут бывшую строчная развертка подписано даже так что это у нас такое сатурн 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 а где а вот сатурн 202 . 2 2 на 10 ватт советских не путать с китайскими 18 когда вес цена 414 рублей нормально такая цена так витая всех стран соединяйтесь историческая надпись органы министерства связи ссср всесоюзного ордена ленина и ордена красного знамени добровольного общества содействиями авиации и флоту так 12 апрель день космонавтики к 119 к дочине со дня рождения ленина тут ему одни ему сто лет революции были как-то год-два что у нас да ну да почему два не два это круглая дата был даже не вспомнили так люди радиолюбительство и спорт для любителей связи и спорта для народного хозяйства и быта микропроцесс текст квм видео техника звукотехника цифровая техника электронные музыкальные инструменты радионачинающим промышленная аппаратура справочный листок так радиолюбители и космос его знал ленин член в цик матросов владимир полухин так радиолюбительство и спорт интер радио 88 ярмарка океана в любительском эфире так вот ленин окон это у нас у нас все было наши красные традиции вверх по лестнице идущие вниз нудрые зречения прогноз прохождения радиол на июнь ну даже какие были прогнозы это для радиолюбителей автоматический передатчик с таймером для радиолюбительской связи и спорта но это нам навряд ли подойдет дискретная аппаратура телеуправления что делает 18 команд что ну да передача данных на персональном компьютере давайте полюбим сна как же это назывался принтер то так струйный лазер на это матричный видите как отпечатан ловко такая я такой забирал представляю свою матрицу с электромагнитиками и иголочками как он на колку набивать грубо говоря и бьют эти иголые эти они не иголочки они не застреланные ну короче и бьют они через копировальную бумагу по листу бумагу копировальная бумага в картридже намотнут типа ну грубо говоря пленки для катушечного глитофона она там в рулоне и через какое-то время она переставляется рабочую зону роботрон это назывался принтер в 90-е годы это расчет на модели заводов такие стояли такой грохот стоял вот так оно отпечатано так ремонт цветных телевизоров и уэсси о вот и чего м.с.с. 1 человек занимался у меня такие вот старых частенько попадаются исторические записи давайте оставим хотя можно собрать историческую коллекцию так электронный регулятор джон к всем так электронный нультовый мир был круче а че тут регулирует подстроечник нет две кнопки так автоматическое автоматическое устройство включения так этого дойдет регулятор громкости посмотрим так это что такое автоматическое отключение магнитофона по окончанию фонограммы в принципе актуально включительская система со сдвоенной головкой принцип вот какой внутри стоит один к одному по нынешнему видам я бы назвал это сабвуфером так вот ну да эти стоят классические а это стоит вот так так а куда у нас выход а вот окно выхода от решетка очень даже может быть вот только сейчас проблемы с динамиками хотя вот уже проблемы на доска так ящичек а вот характеристики 30 ватт советских может быть так о печатных платах вот я свое время тащился от этой штуки загорелся сенсорный переключатель на основе регистров сдвига в принципе ничего тут такого сложного нет но круто несусветное тогда как сенсоры в аппаратуре появились даже по моему светильник бра электрический одной кнопочкой прикосновения не кнопочкой а контактиком регулировать яркость но это там другая схема но не для 90-х годов того века сенсорное управление было круть это вот выглядело так к 176 леп 5 к 176 лп 11 к 176 р3 и к 176 кт-1 ход и выход так раз два три четыре четыре команды если бы быть уверенным что эта схема точно рабочий без ошибок можно было замутить так это вот такая на 8 команд кого заинтересовался в электронном виде спокойно посмотреть так и опять четыре команды мы уже электромагнитные реле присутствуют по интересной штукинцы так сенсорный секверт на всех на голос в м.с. я думаю это нам не нужен вот люди занимались этой штукой хотя я думаю только был единственным экземпляре так индикатор тока аккумуляторной батареи со стрелочником электронный звонок ну слишком масштабная конструкция вот почему сколько я не перелистал журнала радио но этого века мне немного доставалось почему у них нет звонков на микросхемах у м.с. 8 и 7 там уже мелодия зашита радио любителей по моему есть постараемся достать этот журнал так что еще идут переговоры по приложению к юному технику почему у них вот звонки в радио вообще ни одной схеме музыкальной схеме нет видео по крайне в тех журналах что мне попадались а вот до девяносто первого года они попадались мне семьдесятого года но эта микросхема она более ближе к девяносто все равно так вот такой на микросхемах а этот уже более звоночек такой платка даже есть так причем эта платка у нас не лут технология рисовать ручную так и 5 создав сенсорный выключатель а вот кстати очень даже все просто вода проверки классовых резонаторов когда появился резистор студия в вашем доме видеокамер сколько такая 100 живи сих мини телевизор так этот шедевральный телевизор с экрана 84 сантиметра по диагонали panasonic по моему как он не только в 1989 году давайте на этом так сказать заострим наше внимание они давайте вот так нас больше нет кусочком не получится у них общий так таблицы еще я надеюсь видно что сейчас я озвучу x где наши с любимые не были 206 матки 261 было а причем где-то 200 грамм весу потерялся 450 рублей уже такие цены 89 году не совсем советский может быть так нас рисует максимальный вес у кого ё-моё вот это чудо если это не опечатка больше не ездишь вес 11 килограмм сокол 101 стерео это магнитола на батарейках 500 рублей 4 на 2 ватта мощность так рекорд 12 килограмм кто это у нас прикиньте 12 килограмм на руках тащить 550 рублей интересно техническое это вот их не такте технические данные так самый дорогой 650 рублей не 690 это кто тонн 209 почти 700 как я говорил восход стоил 450 рублей с чем-то я уже не помню точное число 407 у меня насоса не было ни комплект так так что это мототехника дешевле чем аппаратура еще попалась так вот эта штука я знаю что это такое советское время это по моему был кардиограмму ленты такой прибор нет это диаграмма слишком показалось по-моему что-то с медицины срезан какой-то отпечаток хотя бы мало кто его знает так раз сколько у нее квадрат я говорю квадрат о какая это хорошая бумажка шаг у нее два с половиной как раз вот даже человек микросхему видите это супер получится значит мы нарисовали сначала приклеили к платье вот эту штуку нарисовали керном покернили потом дальше пошли у нас микросхема там вылезет изумительно по этой разметке что это такая с бумага может специальная это еще и СССР делают смотрите как человек рисовал и каждый возьмется вот этот транзистор вырисовывать круг в круге в качестве исполнения рисовки нам специальный шаблон был вот а с этой стороны ничего нет по-моему в медицине это какая-то а ну да все правильно по моему волон точно помню она так отрывалась так выпуска лежит с удельно-аккумуляторные зажимы прищепочки аргон рм 006 аргонировочная цена 608 рублей но я думаю их немного выпустили потому что уже в стране кое-какие проблемы начались такая штукенция это мы увидели так посмотрели теперь номер пять тоже строчная разлегка и плат кинескопа так давайте к этому берем так номер пять темп набирает темп что это такое переходите к нам и а Продолжение следует... Видим моктофоны, видимые и невидимые проблемы. Ну да, цена. Так. ВМ-12 в 90-м году... Ой, ВМ-18. В 90-м году... Не так. А! Сейчас завершена разработка модели ВМ-18. В 90-м году появится ЦВМ-59, а в 91-м ВМ-20. Это отечественные редаки. Сейчас, кстати, на Авито цена ВМ-12, и к тому, что раскурочили, немного осталось. Ну, все дрова уже давно разобрали, а в приличном внешнем виде цена дошла до 10 тысяч. Хотя, я думаю, там... Они всякие бывают. Бывают с кремками, но с кремками уже погибли. Бывают без кремок, более современные. Так. Микроэлектроника под микроскопом. Телевиденчики и спутники. Из рассказа партизанского радиста. 9 мая. Праздник Победы. Так. Электронный секретарь короткороновика. Радио-спортсмена. Это у нас автоматический передатчик с таймером. Передатчик. Это у нас связь. Автомат управления размораживанием холодильника. Может быть. Это выглядело вот так. Даже платка есть. Шахманы, часы, блиц. Вот так. А корпус, по-моему, от кассеты. Когда эти футляры хорошо использовались. Ух ты! Не! Очень масштабная конструкция. Но для 89-го года это круто. Опять у нас радио 86РК. Печать. Терминал передачи данных. Жуть какая. Ведь были времена вот этой программы. Все набиралось вручную. Попробуйте сделать хоть одну ошибку. Эту циферку поставить. Так, с магнитной ленты. Вот. Это наша тема. Давайте. О! Ближе. Ну, это первая часть мы смотрели. Тип 1. Феррумы. Ленты с рабочим слоем из оксида железа. Скори. Эры. Циреативной системы. Силы примерно 20 каких-то единиц. КАМ. Тип 2. Хром. Ленты с рабочим слоем из диоксида хрома. 38. На метр. Это что такое у нас? Как оно хоть? Что за данные-то? Ну, ладно. Тип 3. Феррум хром. Ленты с двумя рабочими слоями слоя с оксидом железа. Плюс слой с диоксидом хрома. И тип 4. Металл. Ленты с рабочим слоем из металлического порошка железа. С коэрстационной силой. 8. М. Сейчас мы-то все-таки найдем, что это такое. Так, надо чайку хлебнуть. Так, Mac 1 верхняя частота 14 тысяч герц. Mac 2 18 тысяч герц. Mac 3 и Mac 4 20 тысяч герц. Так, что тут у нас? По длительности воспользования нормальный, долгоиграющий, двойная, тройная, четырехкратная, шестикратная. У шестикратная толщина 9 микрометров. Что, 9 микрон, что ли? Ориентировочное количество ленты в упаковке в метрах. 360 нормальный. Упаковка это сколько? А, 30 минут в одну сторону. Так, шестикратная, это 120 минут у нас. Так, а вот это старое обозначение, так сказать, отечественное. Хотя нам это уже, мне кажется, ничего не даст. Это у нас для катушечников. Это уже кассетники. Это вот отечественная кроссхема. 62, 65, 66, 67 хром. Но что-то хромовый мне не нравилось. Какой-то у них, может, такие попадались. Это уже 90-е годы было. Может, качество было не очень. Ну, на внешний вид пленка вообще жуть какая-то. Так, вот еще. Так, это отечественные данные. Дела давно минувших дней. Так, опять кассетный видеомитофон электроника. Но я все равно думаю, что в то время чинить его, хотя великие мозги надо было иметь. Так, эмоциональных телевизоров 3 СЦТ. Так, вот. Русь М301С. Магнитофончик. Отечественная сна, 250 рублей. Такая вот уже балалайка. Ну, не поводишь этого слова. А вот у нас сапоги БК-01. Так, это сколько стоит? Цена нового компьютера 450 рублей. Это вот его технические характеристики. Ну, я так понял, монитор в комплект не входит. Так, динамическое снижение шума в тюнере ЛАСПИ. Я думаю, их остались единицы штучные. Кваста лабораторная. Это выглядело как-то так. Такая плата мощная. Мощный стабилизированный прогнозатель напряжения. Так, два устройства для аккумуляторной батареи. Таймер-индикатор. Так, помощь радиокружку. Низковольтный тренистор-регулятор напряжения. Ну, тут опять намоточные данные. Можно намного все проще. О, необычный микродрель. Вот эта штука, только в другом исполнении. Здесь вот видите, как пруток на вид. А на заводе попала с 90-е. Я не знаю, какого она века. Принцип такой же. Это ручка упорная. А этот вверх-вниз ходит. Там была канавка спиральная навита. И когда эту ручку вниз, она по канавке идет. И вращение. Это фаски накладывают. Я так понял. Потому что сыграть не будешь. Так что мы такое вживое видали. Причем это, наверное, царского исполнения. Чуть не 19-го века. Или трофейное немецкое. Надет табличка от сырловочного станка. Немецкого есть 39-го года, по-моему, выпуска. Найти вот ее только. Так, опять ассоциограф. Когда говорим о кооперативах. А что о них говорить? Кто успел, тот. Весел. Вот спорят, сколько должно стоить радиоконструктор электроника КР-01. Икросхемы серии КФ-548 нас не заинтересуют. Цифровой кассетный магнитофон. У меня такая кассетка есть. Вот оно как записывалось. Тоже принцип такой. Не так, как обычный. А вот так. Укладывалось, как на юдаке. В принципе. Ну, что-то не пошло. Этот формат. Цифровой кассетный магнитофон. Блок вращающихся головок. Ну, в принципе, такой же видак. Только аудио. Принцип такой же. Да, уже CD-диски начали разрабатывать. CD-диски их сожрали. Риск призывания объединения. Что это у нас такое? Учебный микропроцессный комплект. Вот у все данные. Ёх ты, 700 рублей. Какой-то калькулятор. Лотерея ДСАФ. Так, что у нас тут? Ёх ты. Я что-то думал, что одна Волга на всю страну. А нет. Давайте поподробнее. А почему тогда в таблице пока не имею это Волга-Тетах печатались. По-моему, там не шестненьких, не это, как его зовут. Уж точно не 640 автомобилей. По-моему, одна и Волга-Тетах была. Так, 640 автомобиль Волга. ГАЗ-2410. 16 тысяч 460 рублей. Жигули и ВАЗ. О, девятка. 209. 9 тысяч 16 рублей. Запорожец. ЗАЗ-968М. 3 тысячи 9... Где рубль? Куда рубль где? Без рубля 4 тысячи. Так. 640 мотоциклов Урал. 803 с коляской. 1860 рубля. Иж Планета 5. С коляской. 1370 рублей. Иж Планета без коляски. 1000 рублей. 3200 мужских часов полет 2450 по золотом корпусе. А, уже 50 копеек. Цена билета. Так, вы поглядели 5-й. Так, номер 6. Так, в свое время я тут штука потрясла. Это радиоконструктор, усилитель ЮНИОР. ЮНИОР-то ладно. Во, нашел чего. Культ товар 90-х. Вот смотрите. Кстати, о CD-дисках. Значит, это у нас 89-й год. И вот, траля-ля. Магнитола радиотехника, по-моему, 207. Один карман кассеты, а другой карман CD-диск. Вот так что, вот, уже в 89-м году был уже проект магнитолы. Такой у меня был. Романтик. Фигня какая-то. Магнитолы с CD-проигрывателем. Значит, давайте посмотрим. Тут как бы разобраться. Как-то странно все. Ну, да, А, Квильма MP207D. Вот, наверное, диск. Вот она. На этом модель 2. Кассетника. Так что, вот, линейная техника все-таки была, но по известным обстоятельствам не срослось. Вот, написок. К сожалению, объем предполагаем выпуска изделия вряд ли удовлетворить специальных покупателей. нет, вот это как назывался, извиняюсь. Амфетон RMLP207S. Это амфетон. А, вон. Тут все правильно. Разобрались. Амфетон это. Честно, сколько цена его. Я думаю, за тысячу советских денег. Псевдо-советских. Так что, вот, Пусть не глачь в СССР только галоши делали. Хотя сейчас технологии галошки, розовый сапог и валяний валенок в промышленных масштабах вот технологии утрачены. Так, погнали. Патастрофа в Армении. Позиции и амбиции Поворот все вдруг Колбасьев По-моему, это джаза. Фамилия. Тоже моряк там какой-то будет. Если это он, ну, с краю всего, водометка радиофронт. Так, это и назывался журнал радио. Кстати, тут где-то я что-то пропустил. А, вот. О чем писал журнал радиолюбитель. Ну, по этой штуке отдельно кинул. И пусть мы сколько я найду их, почитаем. Ну, тут схем нету. Хотя бы о чем? Чуть ли не сто лет назад писал. Это псевдородители. То есть, псевдородители. Это прадед журнала радио. Псевдородители тоже назвал. Так, корректор, ага. Ага, это нам не надо. Миквитрансевер тоже не нужен. Приставка октан-корректор, я думаю, тоже. Там уж корректируй, не корректируй. Бензин-1. Плохой и очень плохой. Два вида, то есть. Так. Фоторилена Симисстрии. Пользуем корректируй. Пользуем корректируем накопитель на гибких дисках. Это вот такая ушедшая уже практически носитель дискета. Грубая пластиковая конверта. Внутри крутится магнитный диск. Причем он такого формата здорового. У кого был Пентагон с такими дисками и с игрушками, но это был король. Я еще видел. Вживую это. Так. Испытатель аксивных конденсаторов. Ну, это уже не актуально. Опять кассетный видеомальтофон ВН-12. Жуть какая. Так. Телевизор Тривус СЦТ. Так. Воно наши обложки. Город Каменск, Подольский, Химийская область. Радиоконструктор НЕОР-1. Он позволяет собрать многогабарительные стерефонические усилия звук. Выполнена в микросхемах К-174Н7. И обеспечивает выходную мощность до 2 Вт на 1 канал. В низкие головки 2 ГДШ-1 или 1 ГДШ-4. О, еще 10 рублей надо найти на источник питания. А, нас обманули. Еще источник питания клепать. Так он 25 рублей стоит. О, опять. Что так? Улучшение качества МК-60. Смотрите, что я нашел. Это вот микросхема тоже что-то было. Пленка из кассеты. Братите внимание, как ее сожрало. Это вот у нас. А вот. Загибать надо было. Я вспомнил, о чем. Вот эту прямую приемку у нас было загнуть. В таком интересном виде. Этот край сюда и этот. Чтобы меньше пищало. Хотя тут так сложено. А вот тут все описано подробно. Но, надеюсь, не будем терять наше драгоценное время. Кому интересно, можно в электронном виде почитать. Так, вот. Ботовые персональные ВМ. Проближаем компьютерную оснащенность. Это нас интересует больше. Так, влазит все. Ну вот, смотрите сами. Что-то микроши. Один. Кристо. Апогей БК. 0.1. Львов. Сура. Вектор. Искра 1080. Партнер 0101. Ассистент. Электроника БК. Я такую штуку насладную. Шел мимо мусорки. И, естественно, с гаража напротив выбросили бывший компьютерный класс. Мне просто чисто физически их 10 штук тащить. Еще даже пару штук не взял. Там столько было кремок. Хотя, даже если бы я припер, я бы их точно кремки драть не стал бы. Мы далеки от этого. Хотя, в свое время занимались. Как занимались? Идешь мимо мусорки, стоит в телевизор. Там блок сопряжения видока с телевизора. Вот там кремки. Сейчас у нас ничего не стоит уже. Я тут газовую плиту старую выбросил. Я ее припер, поставил. Обратно через 3 минуты еду. Уже нету. Так. Год начала выпуска. План выпуска. 6 тысяч. 2,5 тысячи. 3 тысячи. 10 тысячи. Это что у нас такое хотели? Львов. 5 тысяч. 15 тысяч. Вектор. 5,5,5. И вот электроника. 30 тысяч. План выпуска. Самая, так сказать, ходовая. Разрядность бит. 8,8,8. Ассистент электроника. 16. 16. Смотрите, раньше еще какие-то Бесик-то мы изучали. А еще есть ансамблер и Ford язык был, то есть, почему есть. Вот такие исторические штучки. Так, приставка автомат к микрокалькулятору B323. Вот были времена, еще и калькулятор можно был модернизировать. Так, что у нас получается? Значит, надо будет вскрыть калькулятор, припаять параллельно выводом, входом, то есть, этого радикатора. Разъем, а что с ним делать-то? А, позволяет платить его в секундомер, двухрежимный таймер, шахматные часы. Ну, потрясная штука. При желании можно сделать. Только надо быть уверенным, что эта штука заработает. О! Так. Интересно. Таймикс музыковой сигнализации. Так, электронную игрушку с акустическим релеем. Хлопок, наверное, реагирует, да? Так, ну тут справочник, микросхема и транзисторы. Ну, вот у этих штук и бывают ошибки. Так, и вот радиолюбитель. Ну, потом отдельно выпустим кино по этой брошюрке. Таймикс. Че тут у нас? Электроника. Весь 4 стерео. Масса 8,5 килограмм. Цена 320 рублей. Так, и радуга. 61 ТЦ 304 телек. Такого модного пластикового дизайна. 755 рублей. Масса 37 килограмм. Ну, ладно, я думал только последние кинескопные телевизоры Samsung. Диагональ 72. 45 килограмм. Нет, наши тоже по весу практически приблизились. Хотя диагональ меньше 61. Так. Какая видеокамера? У меня таких две. И одна даже рабочая. Большую кассету. Ну, в общем, как-то так. Посмотрели мы эти три журнала. Принеслись, так сказать, на 30 лет назад. Узнали, чего, сколько стоило тогда. Так что перенеслись в ту эпоху. Ну, до новых встреч. Продолжение будет. Но позже. Значит, еще нас ждут, я надеюсь, радио-жигодник, брошюру по мотивам журнала радио. И, скорее всего, приложение к юному технику. Потом еще моделец-конструктор добьем. Пока пахотные работы не начались. Так, 1 час 36 минут. А сейчас мы с вами беседовали. Надеюсь, благотворно провели время. Ну, пока-пока. Продолжение следует.